Всем привет, друзья и враги! Спонтанное такое видео, но попрошу вас, прежде чем начать, проверить, пожалуйста, колокольчик и подписку на этот канал, чтобы вам вовремя приходили уведомления. Потому что я стараюсь крупицы информации, правды, истины находить, и с вами делюсь этой информацией. Мы с вами находимся в одной лодке правды, которая плавает в океане лжи, обмана и предательства. И нам надо как-то, знаете, не затонуть и добраться до берега целыми и невредимыми. Но давайте оставим лирику, перейдём к теме видео. Дана Исеева, жена Мейержана, одного из организаторов финансовой пирамиды Мудараба Кэпитал, так называемой халяльной пирамиды, сливает своего мужа. Вот вы когда-нибудь думали над тем, что ваш супруг может цинично, или супруга может цинично вас предать при наличии у вас детей? Пятерых! А так бывает на самом деле. Смотрите, в чём история. Мейержана посадили в СИЗО. Но при этом у его жены вроде как всё хорошо, она ходит на дни рождения, записывает весёлые истории с жизнерадостной. Примерно как это было, помню, Теу Барыш, не забыл, как её зовут, которая хайпилась на смерти своего мужа, который задохнулся в сухом льду. И вот тут актриса, жена Мержана смывает свой макияж и записывает видео в таком замученном, нарзаном виде. Мать-одиночка, мать пятерых детей. Записывает обращение к президенту. И с одной стороны, она имеет право, конечно, обратиться к президенту, но... Уважаемый Касанжмарт Кемелевич, я Есейва Дана, супруга Туребаева Мейержана. Обращаюсь к вам, гаранту нашей Конституции. Обращаюсь к вам, как мама пятерых детей. Обращаюсь к вам с надеждой, что только вы можете сейчас вмешаться и повлиять на законное решение в отношении моего супруга, известного актёра Вайнера Туребаева Мейержана. Но выглядит это всё очень наигранно и странно. Ты вчера скакала на дне рождения, и не только, и вообще у тебя всё было хорошо, судя по сторисам, даже когда она дома с детьми была, она была вся накрашена и так далее. А тут вдруг замученная такая сидит. Все фильтры в Инстаграме впервые в жизни отключила. Но самое тупое, что несмотря на то, что это обращение к президенту, на самом деле это очередная дешёвая провокация и слив её же мужа. Потому что в обращении к президенту решила она почему-то поговорить обо мне. Буквально вчера ко мне пришёл неизвестное лицо от некого Бударова и руководства департамента полиции Алматы. Он сообщил мне, что в отношении меня будет возбуждено уголовное дело, что якобы я являюсь соучастником финансовой пирамиды и что будут проведены повторные очные ставки с подозреваемыми, где они будут менять свои показания и указывать на Мержана как на соучастника. Я что, президент? Я похож на президента? Я такие вопросы не решаю, не надо меня приплетать, упоминать в обращении к президенту, это просто выглядит глупо. К тому же президент, он же не мальчик на побегушках, где каждый мошенник может сейчас сказать какую-то чушь, президент и побежит якобы решать эти проблемы. Он что, по вызову, что ли, работает? Согласитесь, друзья, после этого упоминания меня в её обращении к президенту, рассматривать это серьёзно никто, наверное, уже не будет, даже если Токаев об это обращение и увидит, он скажет, что что за Бударов вообще. Ему там это Балаева, подруга, кстати говоря, Исеева, напоёт, кто я такой и всё. Меня вообще обращение выкинут на самую дальнюю полку, потому что Балаева меня ненавидит. К тому же, господа хейтера, Исеева, Таджан Кожалеева, вы как-нибудь уж там согласуйте свои версии ваших выдуманных вселенных, потому что по версии Исеевой менты по указке моей полностью там строят дела, обвинения, допросы проводят там и так далее, обвинительную базу создают, что, конечно, уже похоже вообще на какую-то шизофрению. По версии же Кожалеевой на меня там возбуждено от трёх до пятидесяти уголовных дел, уже в Интерпол меня объявили в розыск, что тоже как бы полный бред, так как Кожалеева сама является мошенницей, и если ей что-то не нравится, я готов с ней судиться в гражданском порядке, как, собственно, нормальные люди и доказывают, там, честь и достоинство свои отстаивают. Она же не подаёт на меня в суд, а бегает к ментам и пишет заяву, там, трясёт своей этой медалькой, использует свои связи и оказывает на ментов давление, вынуждая их фабриковать на меня дело, чтобы потом менты как бы вылетали с работы опять из-за неё. А фабриковать на меня уголовное дело плохо, как бы сказывается вот это всё на коррумпированных ментах, понимаете, так как прошлое. Фабрикация господином Нашарбековым, который заместитель начальника департамента полиции, был город Алматы Таймерденова, закончилось это всё тем, что его отправили на пенсию, ну, ещё как бы по закону не наказали, потому что он фабриковал на меня уголовное дело, то есть превышал служебные полномочия. Но я буду добиваться возбуждения уголовного дела за превышение служебных полномочий, особенно на Салаева, начальника следствия, который также занимался фабрикацией уголовного дела, что они там проникали ко мне домой и так далее, и требовать, в том числе и материальной компенсации, морального вреда, потому что мне, ну, и материально то, что я на адвоката потратился, ну, и морально, знаете, вообще-то это неприкольно ходить на допросы, когда ты ни одного закона не нарушил. Что характерно, после того, как Нашарбекова тогда турнули из ментовки из-за фабрикации дела на меня, он умудрился опять дать взятку и трудоустроиться уже в МЧС на какую-то там руководящую должность. Я узнаю ещё, куда его там трудоустроили, да, ещё туда буду писать, что он взяточник и так далее. Менты вообще, вот вы сейчас видите кадры, менты живут в домах, вот эти вот дома прям лежат ментам. Миллион долларов это всё стоит. Это нормально вообще? Вот три дома, это принадлежит Нашарбекову, менту и его брату, который сейчас осужден, вроде как в тюрьме находится, я не знаю, надо опять же писать запросы, за коррупцию. Это вообще нормально? Почему не конфисковали имущество, за коррупцию же? Почему? Я не понимаю, как это работает, почему менты, которые осуждены за коррупцию, у них не конфисковали ни хрена, они не скитаются со всей семьёй, как все нормальные люди по съёмным квартирам микрорайона Палматы. Почему коррупционеры живут как короли даже после того, как их осудили? Короче, ладно, я отвлёкся. Суть в чём? Что по версии Есеевой, я там тайный руководитель Мури Арти, департамента полиции города Алматы, что уже попахивает конкретно шизофренией, а по версии Кожалиевой, я в международном розыске в Интерполе за административной статье уже, наверное, что является крайней точкой, обратной точкой той же самой шизофрении. Вы там где-нибудь посередине Есеевой и Кожалиева сойдитесь, вот там будет более-менее достоверная информация обо мне. Теперь давайте к фактам. Зачем Есеева вот это вот сливает своего мужа? Зачем я вообще говорил про пирамиду Мудараба к самого начала? Изначально вы посмотрите вообще плейлист. Я говорил про то, что Мудараба крышуется КНБ, Комитетом национальной безопасности. И деньги, собранные финансовой пирамидой, пошли на гибридную войну, то есть на январские события. К Вайнерам и особенно к Мейержану у меня были претензии в том, что он, его жёнушка, люди непорядочные в принципе и занимаются пропагандой. А я не люблю пропагандистов очень. И открыто сотрудничают с Министерством информации и развития Республики Казахстан, который курируется Комитетом национальной безопасности. Это не секретная информация, это официально происходит. Не надо, типа, какая-то теория заговора. Знаете, когда я говорю, типа, это теория заговора. Это официально курируется. Сотрудник КНБ официально представлен как смотрящий за Министерством информации и развития. То есть, с самого начала я отстаивал и продолжаю отстаивать, чтобы ответили сотрудники силовых структур по закону. Но выясняются интересные подробности. Есеева, её муж, оказывается, нахрен на воле не нужен. И вообще он рекламировал эту финансовую пирамиду из-за неё. Ну, во-первых, он подкаблучник такой, часто как бы бывает с женатыми мужиками, да. Некоторые жёны даже бьют своих мужиков. Я не знаю, била Дана своего или нет. Но сделала она более, на самом деле, подлую и гнусную вещь. Помните её фразу, где она задаётся вопросом в интервью этому Нербергену, что якобы Мейержана случайно в городе встречал, как они говорят, главный основатель этой финансовой пирамиды, некий Урас Адлет. Он едет, он каждый день ездил на велосипеде, пьёт кофе в определённом кафетерии. Туда приезжает Урас Адлет, человек, который основал Мударабы Кэпитал, который изначально создал эту комбайн. Он приезжает туда, знакомится с Мейержаном, там они что-то про ислам говорят. Ну, то есть, понимаете, да, втирался в доверие. Потом Мейержан ещё где-то находится, опять они появляются на горизонте. Моё наблюдение-то было так, что вот сейчас я понимаю, что эти люди не просто так ходили за ним, понимаете? Это не просто так было, что он ни с того ни всего оказывался где-то рядом, и начинали они тему ислама. Как я уже говорил ранее, где-то человека найти в городе не так-то просто, случайно с ним якобы встречаться. И обычно местоположение человека сдают их же близкие. Ну, либо наружное наблюдение, надо понимать, либо какие-то жучки подкидывать. Но с жучками есть определённые проблемы технически. Кто с этим работал, тот знает. А наружка дорого, поэтому, как обычно, прибегают к каким-то там просто стукачам, грубо говоря. В том числе и к жёнам всяких там вайнеров. Надеюсь, вы поняли. Аделет находится в розыске на данный момент. Но при этом есть мнение, что его выпустили из страны. Ну, я не исключаю этот вариант. Как бы в Казахстане живём всё-таки, мы должны понимать. Но, что больше всего меня в этой истории удивило, что главной, по идее, мошеннической единицей является Курмангалиев Алмаз. И вот его выпустили, оказывается, по домашний арест. Я эту информацию пропустил. Пропустил я почему? Потому что я был занят этими Кожалеевой и КО. То есть, он сидел в СИЗО. И вообще оснований его отпускать по домашний арест не было. Пытался всех подкупить даже, чтобы его выпустили. И, видимо, ему это удалось. Ты это знаешь. Но. Ты меня вытащи под залог. Но. И мы решим вопрос. И ты наши деньги вернёшь, да? Конечно. Деньги есть у тебя? Конечно. Куда он делал, спроси? Есть. А где они вообще, скажи, где бабы? Я вытащи. Ну, для этого я должен быть на воле. Я же тебе говорю. У меня сейчас связи не было две недели. Отлежь, мобайчик. Всё. Сам понимаешь. Ладно, Алмазик, на связи будь. Но я же отрезал. Всё, всё. Мы с тобой созвонимся чуть позже. Давай. Деньги есть? Дай телефон. Нет, деньги есть. Деньги же есть? Есть. Курмангалиев, как вы понимаете, бывший мент. И вот с Курмангалиевым, и, в принципе, с братьями Курмангалиевых, их там двое, есть такой вот момент. Они бывшие менты, а точнее, финики. Вот сейчас вы видите на фотографии Курмангалиев, Чингис, и вот Алмаз, да? Оба они мошенники. Оба работали в структурах. Оба вылетели из этих структур за взятки, когда их поймали с поличными. Вот этот, который сейчас обниматься лезет, голубок, его зовут Талгат. Он тоже из структур. И в финансовых аферах, у них финансовые аферы поставлены на поток, он занимался тем, что искал подставные лица, на которых они вешали вот эти юридические лица, и, соответственно, проблемы юридические на них тоже перевешивали. Вот эта вот барышня, которая вот отмечена, ее зовут Гуль. Она в прошлом массажистка. На нее они обналили все имущество, то есть переоформляли все движимое, недвижимое, там и так далее, имущество, и так далее. Вот эти вот мошенники. То есть, вот это вот все целое мусорское ОПГ. Притом, почему-то жена Миржана не говорит ни слова об этом, хотя они, блин, с ними участвовали в одной финансовой пирамиде, а организовывали эту финансовую пирамиду. Миржан давал голову на отсечение, когда зазывал туда клиентов эту финансовую пирамиду. Но вот, по мнению Есеевой, разумнее в обращении к президенту сказать какую-то херню про меня, якобы я там руковожу процессом, вместо того, чтобы потребовать провести следствие честно и разобраться с теми, с этими Курмангалиевыми, почему вообще отпустили под домашний арест мошенников, которые ранее были там в силовых ведомствах и так далее. А все дело в том, что Есеева имела финансовый интерес в этом всем, в этой финансовой пирамиде, и вот с этим бородатым Буркановым они, оказывается, давно знакомы, даже когда-то вроде как учились вместе. Неужели вы могли подумать, что мы таким способом пытаемся переложить ответственность на компанию Астекс в лице Алмаза Курмангалиева? Неужели вы могли подумать, что мы, создав эту компанию, не понимали всей ответственности? И возникает логичный вопрос, а где вообще деньги с этой финансовой пирамиды? Деньги, опять же, по определенной информации пилились через дикого Армана, который крышевал всю их кооперацию. И деньги в непонятном каком объеме, в разных источниках сообщается, ну грубо, от 2 миллиардов тенге до 18 миллиардов тенге, по разным источникам информации. Эти деньги вывезены вроде как в сторону Турции, но фигурирует цифра, что в районе 3,7 миллиарда тенге было уже потрачено бандой дикого Армана на какие-то там их нужды. Возникает логичный вопрос, почему это все не озвучивается ни кем, кроме меня. Исеева несет какую-то херню. И в новостях, внимание, она заявляла ранее, что якобы если мир Жан откроет рот, то есть, даст какие-то показания, ему угрожают полицейские, что навешивают на него еще каких-то статей. То есть, возникает как бы предположение, значит, вам, друзья, вайнеры, аферисты и так далее, ей что рассказать общественность. И вы это скрываете от следствия, я так понимаю. Я к этому делу, вопреки заявлениям Исеевой, никакого отношения не могу иметь в принципе. Я вообще не обязан проводить какое-то там следствие, я его не могу проводить. Я, блин, я не мент, я не прокурор, я обычный прохожий, я даже, блин, не вкладчик вашей сраной пирамиды. Исеева, может, ты вот перестанешь топить своего мужа, да, и придумываешь всякую херню, что-то там якобы какие-то люди, какие-то просы устраивают по моему указанию и так далее. И, наконец-то, придашь огласке, информацию реальную, какие-то такие курмангалиевы и так далее, как они там к структурам имеют отношение. Или ты давно, я не знаю, хотел развестись с Мержаном и сейчас просто как бы ловишь волну, что говорится. Помните, в сериале «Патруль» был скетч между вот этим тупым, которым Мержан играл. И вот его старшим забыл, как его зовут. И вот этот старший говорит, типа, бабы врут. Постоянно врут. Лень не сказать, как бы, это скетч. Но вот это реально подходит к ситуации между Есеевой и Мержаном. И если бы как-то я мог, по мне, как утверждает Есеева, задать темп уголовному делу, как-то там, как она преподносит, хотя как бы я не могу ни на что повлиять. И на самом деле она просто тупо сливает своего мужа своими действиями. То, наверное, если бы я мог повлиять на это дело, то Курмангалиев точно никогда не вышел бы под домашний арест. Его братец бы тоже уже по другому делу, по другой финансовой пирамиде сидел бы в СИЗО, потому что там есть как бы за что его закрыть. Вместе с Кожеливым, Шураевым, Борейками всякими, Санжаром, Бакайом, Смисатпаем, они бы давно парились на нарах, даже не по карантину бы с красной зоны на красную зону бы переезжали, тепло бы их там встречали. Короче, всем удачи и берегите себя. Извините за такой спонтанный выпуск, потому что какая-то полнейшая хинея, я не понимаю, почему я должен это все комментировать, я что, следователь, что ли? Ладно, всем удачи, еще раз, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok